друзья мои всем привет сегодня завершился очередной ремонт ванной комнаты туалет под ключ и сегодня я вам хочу сделать небольшой обзор того что мы тут натворили поехали и так заходя ванной комнату мы видим перед собой вот такое вот замечательное круглое зеркало зеркало фирма гапа она с такой подсветочкой сенсорный выключатель но к сожалению такой выключатель будет постоянно мараться ну и стекло у нас уже я вам скажу запылилось потому что мы находимся сейчас в новом доме его через эту вентиляцию сюда постоянно задумает пыль это не очень хорошо ну принципе когда ремонтная работа здесь везде закончится я думаю пыль пройдет и так давайте ванна ванна у нас метр семьдесят вот такая вот большая сделана она под плитку здесь мы все углы загерметизировали ванна при установке тоже герметизировалась очень протечка через вот эти края абсолютно исключена установили здесь сифон полуавтомат поворачиваешь открывается наступаешь закрывается смесители фирмы гапа вот такие вот смесители открываешь воду идет вода через гусак вот таким вот образом если убрать у нас вода пойдет через душ гусак возвращаем идет обратили гусак ну и соответственно если мы повернем этот флажок у нас водичка пойдет отсюда сверху но мы этого делать не будем потому что мы не хотим искупаться далее раклина у нас фирма сантек размером 50 сантиметров с полочкой и смотрите вот открываем эту полочку и вот здесь у нас внутри мы видим вот такой вот сифон сифонов сборный покупала все отдельно вот этот сифон под душевой поддон и соответственно он нужен для того чтобы вот эта полочка при закрывании не задевала если мы будем устанавливать сюда простой сифон для раковины он у нас почему-то постоянно бьется вот на эту штуку раньше мы это все подрезали но теперь вот есть такие вот универсальные сифоны мы можем делать все что угодно и кстати смотрите здесь у нас тут без всякой гофре идет прямая труба в канализацию также установили два крана для регулировки давления воды потому что если открыть сильный кран вода начинает оттуда брызгать ну и соответственно вот такой вот водопадик как обещает нам производителя должен быть красивый но почему-то он не очень красивый то что есть то есть хотя он по сути должен выглядеть такой ровный струей красиво должен изливаться но не всегда умеем то что на картинке так ну в общем здесь у нас под раковиной свободное место это свободное место можно спокойно протирать обратите внимание ни одной трубы по наружке не идет здесь у нас монолит но мы его заштрабили заштрабили трубу которая уходит под ванну и также найдет на кухне и сюда вот под раковину тоже мы все заштрабили все у нас скрыто так здесь это кстати смотрите вот многие сделали бы здесь запил с под 45 но мы здесь установили уголок установили уголок для того чтобы вот этот вот люк люк фирмы деметро спокойно мог закрыться и при нажатии вот этот угол если был бы здесь запил 45 градусов он бы не треснул ну вот у нас с он спокойно может закрыться закрыли все люк невидимка далее здесь у нас установлен электрический полотенцесушитель мы изначально сразу отказались от водяного так как решили сделать здесь электрический чтобы избежать всевозможных подтеков потому что когда отключают воду бывает такое что гайки расслабляются и начинает капать и также избежать коррозии который образуется на полотенчики когда блуждающие токи начинают пробивать его и образовывать тем самым такие вот некрасивые наросты а этот электрический полотенчик потребляет всего 90 ватт его можно включить и выключить также можно регулировать температуру при необходимости но это все на ваше усмотрение хотите делайте хотите нет и кстати он под интерьер такого такого красивого черного цвета далее ну тут у нас вешалки это дизайн заказчика здесь нас розетка под стиралку здесь кран слив бумагодержатель его 10 в углу спрятался у нас генийский душ фирмы гаппа тоже черного цвета так если мы откроем здесь у нас унитаз возьмем наш генийский душ откроем его и можем спокойно пользоваться потом закрываем и убираем так кстати заметить хотел что генийский душ можно устанавливать заднюю часть унитаза чтобы он не мешался нигде вот здесь но бумагодержатель всегда должен быть впереди потому что крайне неудобно бумагу брать где-то оттуда сзади искать ее постоянно тоже неудобно ну а здесь у нас установлена инсталляция фирмы гроя пневматическая кнопка бесшумный слив и такой вот унитаз с микролифтом для сидушки далее здесь у нас более 30 литров фирмы термекс далее все как у застройщика редукторы давления счетчики и тут обратный клапана потому что у нас есть поле и генийский душ также вот с болера идет слив я всегда делаю сразу инсталляцию для того чтобы избежать всяких там выходов канализационные стояки так мы тут пожарный шланг вот застройщик так ну вот в общем такой вот небольшой обзор нашего тут изделия то мы тут сотворили натворили вытворили кстати обратите внимание здесь нас экран под ванну выполнение из плитки я не люблю делать экран из плитки так как это не очень практично очень много пустого места пропадает под ванной но в случае необходимости здесь можно экран просто дернуть что-нибудь засунуть под ванну сделать ревизию спокойно без всяких там проблем ну и обратно установить экран на место ну и потолок натяжной соответственно здесь тоже белый границ 5 точечных светильников ну и плитка на стенах и на полу тирамма рация 60 на 60 черный цвет затирка здесь у нас серая темно-серая ну и соответственно герметик по углам тоже вот все все что я хотел вам сказать показать рассказать обзор закончен все спасибо за внимание до новых встреч пока пока а и и Продолжение следует...